друзья всем привет добро пожаловать в мой новый влог я в таком красивом виде я только что после душа решила сейчас собраться и показать заодно что я обычно делаю для лица и пойду сегодня хочу сейчас ходить золотое яблоко купить себе новый шампунь и еще на почту отправить посылками нужно у меня вообще начался отпуск кстати делаю массаж час каждое утро обычно делаю просто на мокрую кожу а сейчас решила сделать на масочку начинаю всегда обычно с шеи и потом уже перехожу на лицо буду делать и заодно рассказывать у меня сейчас начался отпуск и я решила провести его по особенному скажем так потому что на самом деле очень выгорело эмоционально за последнее время и вообще как-то очень подустала и у меня обычно даже когда отпуск или какие-то выходные я делаю какие-то другие дела например снимаю рилса для своего инстаграма или пишут и посты в телеграм-канал или еще что-то или даже досуг я очень так планирую например так мне нужно прочитать за выходные вот эту книжку и так далее и меня в общем все это очень утомило привело к тому что я вообще ничего не хотела делать и поэтому этот отпуск две недели я решила провести именно так как я хочу то есть я буду каждое утро просыпались спрашивать себя что я хочу делать сегодня и если я хотеть например что-то снять то я буду снимать если я не буду этого хотеть то я не буду это делать единственное у меня запланирована съемка для бренда но это если честно и даже очень рада что это будет потому что немножко меня тоже отсюда и отключат так следующий этап после массажа конечно я умываю лицо потом я с утра наношу сыворотку с витамином c так следующим этапом наношу увлажняющий крем несмотря на то что я пользуюсь спф я все равно обычный крем тоже использую потому что мне не хватает этого увлажнения мне кстати вот такой корейский спф наношу его примерно за 20 минут до выхода и крем вот и крем под глаза вот айкон скин мне в принципе нравится пришел увлажняет у меня последнее время обезвоживалась кожа под глазами и надо было ее прям хорошенько улыбить и обязательно увлажняем губы у меня есть вот такая тоже штучка мне в принципе нравится но самый прям мой фаворит это от кармакс бальзам прям самый лучший сейчас взяла себе с spf 15 очень классно увлажняет это прям точно моя рекомендация у нас кстати совсем недавно было день рождения города 802 года исполнилось нижнему новому городу и на этот праздник приезжал егор крит и мы тоже решили сходить на этот концерт но если можно это так назвать потому что если вы были в нижнем вот вся площадь минина и пожарского начиная от чкаловской лестнице где верхневоложская набережная и вплоть до большой покровской было все заполнено людьми причем не просто там в каком-то хаотичном распорядке нет прям плотненько какой-то момент становилось даже реально страшно потому что у меня вообще наверное легкая степень есть клаустрофобия то есть у меня иногда бывает что мне даже в общественном транспорте становится не очень комфортно а там прям была сильная давка причем люди ну среднестатистические выше меня и мне прям было неприятно это во-первых а во-вторых как-то не очень наверное была организована именно звуковая система потому что не слышно было совсем были слышны только басы и даже не то есть вы выведены были экраны по всей площади егора было видно но не слышно вот и в общем практически весь этот час там около 40 минут мы просто пробирались сквозь толпу чтобы выйти через другой вход через другой выход в общем как-то так сегодня у нижнего новгорода день рождения ему всего 800 годика идем на концерт не горы криво в его честь а мы тем временем пришли на теннисный корт в парке швейцария такой вот открытый в лесу у очень-очень такое атмосферное прям местечко и вообще первый раз лишь пришли в конце лета хотя давно уже хотели меня даже в списке на лето это было на самом деле хочу сказать что это очень сложно прям такая нормальная физическая нагрузка учитывая особенно то что я никогда не играл и не умею этого делать но мне очень понравилось если честно хочется продолжать учиться и играть в этот прекрасный вид спорта прям здорово понимает даже настроение в общем надеюсь что начало положено кстати само покрытие в парке швейцарии не очень не очень скользят ноги конечно здесь еще должна быть профессиональная обувь но насчет покрытия я это слышал еще от профессионального тренера когда я ему писала он сказал что они рекомендуют здесь заниматься но здесь именно классная такая атмосфера прям в лесу свежий воздух вообще очень круто а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня вот такой Total Black образ Мы выдвигаемся на концерт «Золото» У нас очень холодно на улице Поэтому мы в куртках Но концерт будет проходить в Александровском саду В Ракушке Очень красивое атмосферное место И мы просто не могли пропустить Поэтому По максимуму утепляемся И выдвигаемся уже на концерт И это не Питер Это Нижний Идем 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 Ищи меня там Мы спокойно, у нас потихонько И в счастье и в горе На огромный дом, там много, много Ищи-то так долго Хотя не вру нисколько Ступен на твое Ищи-то несёшь, какая-то родёнка Ищи-то несёшь, какая-то родёнка Ищи-то несёшь, какая-то родёнка И теперь старая родёнка, моя родёнка Каждый божий день Я в тебе терялся День в темноте А на самом деле Это не просто Я не умрёт, прости, если грусть Чешие руки крадут внутрь грудь Я обниму тебя, как сестру Не дай мне пресс Чехи Чехи не 1,5, 1,4 толпы. На покле. После концерта мы решили пешком пройтись до дома и совершенно случайно заглянули на последний день заключительный фестиваль Intervals, в рамках которого по всему городу были установлены различные инсталляции от самых маленьких до очень крупных и вот мы увидели несколько из них. Музыка 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 После концерта уже прошло несколько дней, но я не знаю, что я не знаю. Я до сих пор в это впечатление и вообще хочу сказать, вот если бы не были на концерте золото, вообще рекомендую присмотреться к этому кивотворчеству, очень классные треки и если не были, есть такая возможность, обязательно сходите, потому что это было ну очень атмосферно, очень красиво, очень качественно, вообще вот просто круто. Мне даже понравилось Ярославу, хотя ему вообще его песни не заходили, зато теперь он их слушает. Несмотря на то, что было холодно, был сильнейший ливень, все стояли под зонтами и сначала вообще артиста не было видно, просто максимальное ее погружение, максимально классная атмосфера и в общем лучший концерт, на котором я была, наверное. Во-первых, сама классная локация, Александровский сад, там очень красиво, очень атмосферно, такая классная сцена в виде ракушки, ну и просто золото, это, блин, навес золоты его голос, потому что он пел вживую, это было просто нереально. Вообще не отличить от записи и даже, я бы сказала, это лучше, чем просто слушать его треки в каком-либо приложении. В общем, было очень-очень круто. А я тем временем пришла на Стрелку в первый раз, здесь классное у нас обустроенное общественное пространство. Первый раз за лето, я имею в виду, была здесь последний раз в марте. Не знаю, как так получилось, но почему-то времени все время не хватало сюда приехать. В общем, здесь тоже классно, атмосферно. Стрелка у нас находится как бы в нижней части города, и здесь у нас вид как раз-таки на верхнюю часть города. Обычно я вам показываю все с той стороны, а сейчас покажу с этой стороны тоже. Здесь у нас очень атмосферное, красивое общественное пространство, облагороженное, с качелями, с лавочками, с какими-то вышками, с кафешками. Очень классное тоже место. Здесь, причем, все цветет, тут есть поле такое, и здесь все цветет, все в цветочках. Особенно здесь классно было в начале лета, все снимали, и здесь было просто огромное поле желтых цветов. В общем, тоже классное место. Сзади меня вот тут собор Александра Невского, это кафедральный собор в Нижнем Новгороде. И Пагауза, их сейчас покажу поближе, в Пагаузах, Пагаузах два. Один выставочный, второй концертный. Я была и там, и там в марте, была в концертном зале на... Был фестиваль, проходил пианиссимо от театра оперы и балета, и туда приезжал Лоренцо Баньяти. Это итальянский музыкант, просто невероятный виртуоз. Возможно, вы его знаете, он, потому что блогер достаточно известный, он ведет блог на русском языке. Сюда прикреплю, возможно, вы его узнаете. Было очень круто, очень атмосферно, потому что, во-первых, артист шикарный был, во-вторых, невероятный вид. Вот представляете, весь вот этот вид открывается оттуда, потому что огромное окно, и было просто невероятную атмосферу. А выставочным проходят выставки. Я, к сожалению, на последнюю, которая закончилась 10 дней назад, не попала, но она была про русский авангард, и я ее смотрела в корпусе НГХМ на Покровке. Поэтому, в принципе, не сильно сюда спешила, но хотя хотела, если честно, посетить, но почему-то не получилось. Сейчас покажу вам это прекрасное место поближе. И, кстати, Пагаузе занимают первое место, как самый красивый культурный центр в России. Всем доброе утро! Если честно, я давно не снимала влог, потому что немножко выпала из-за своей привычной жизни. У меня небольшие изменения, они связаны с работой, пока о них говорить не буду, но немножко у меня так все, конечно, поменялось. Точнее, очень даже кардинально. И сейчас собираюсь немножко, крашусь, хочу снять видео тоже на YouTube про осенний уют. Давно уже его хотела снять, но немножко тоже это подзатянулось все. Расскажу, как вообще я его себе создаю, какие-то покупки для дома покажу. И сейчас, пока крашусь, хотела немножко рассказать и, наверное, напомнить всем, кто смотрит это видео, о том, что ничего не может быть важнее нашего здоровья. Вот это вот просто нужно ставить на первое место вообще во всем. Вот когда составляете какие-то планы, цели, когда прописываете вообще о том свою жизнь, то первым делом я и себе советую, и вам советую ставить здоровье на первое место. Потому что не будет ничего, если не будет здоровья. В этом году я вообще впервые на Новый год составляла себе такой план на год по целям. Он по всем сферам был расписан на каждый месяц. Конечно, я где-то уже в мае на это все забила. Ну, как бы я выполняла, просто я уже перестала все это заполнять, если честно. Хочу как раз-таки тоже этим заняться в скором времени, если найду время. Вот. И, конечно же, там была сфера здоровья. Я ее максимально расписала. У меня есть там, что подправить, над чем поработать. И одним из пунктов была стоматология. То есть у меня там есть некоторые проблемы, которые нужно было решить. И я почему-то так в мыслях, вот даже когда я составляла это там в январе, у меня в мыслях это было на осень. Не знаю почему. И так получилось то, что реально я про это не думала. Потом как-то летом у меня опять мысль пришла, я опять подумала почему-то про осень. Но я ничего все равно не планировала. И вот, пожалуйста, у меня сам организм это запланировал, скажем так. У меня стали прорезываться восьмерки. И распалилась десна очень сильно. Я какое-то время, несколько дней вообще не могла закрыть рот. И не могла есть нормально. И поэтому, конечно же, я пошла к хирургу. Вчера вот как раз ходила. Вот. И заодно и записалась уже и к терапевту тоже. Поэтому в скором времени, ближе к середине месяца, я буду этим всем заниматься. Благо, что у меня есть знакомый стоматолог. Я работала при стоматологии очень много лет назад ассистентом стоматолога. Этого как раз. И он просто лучший стоматолог, которого я встречала в своей жизни. В скором времени я надеюсь, что решу все эти вопросы. И уже одним пунктом будет меньше. Причем таким очень важным пунктом в сфере здоровья. Наверное, это было самое такое главное. Все в моем разделе про сферу здоровья. Поэтому я вам тоже напоминаю, кто давно не был у стоматолога, обязательно сходите. И еще, кстати, по поводу здоровья хочу дополнить. Конечно же, здоровье это не только про поход к врачам. Периодически, да. Там на ежедневной основе. И молчу там про питание. Это все и так понятно знают. Вот именно физические нагрузки. Не обязательно ходить куда-то в зал. Нужно заниматься дома, ежедневно. Какой-то зарядкой, йогой. Какой-то комплекс, в общем, для себя выбрать. Который подходит вам. Который дает вам заряд энергии. Я вот в последнее время почему-то забросила свою утреннюю йогу. До этого я делала ее каждый день на протяжении целого года. И сразу после нее я замечала, насколько улучшается сильно мое состояние. Я всегда делала небольшой комплекс, который у меня уже сложился за это время. И потом каталась на роли, который просто вот если спина напрягалась там или как-то побаливала в течение ночи из-за неудобной какой-то позы во время сна. Потому что я вообще сплю в пуде эмбриона и не могу с этим ничего поделать. После вот этих прокатываний на роли спина просто сразу оживала. И все остальное тоже сразу чувствуешь вот это живое тело. Поэтому хочу вот это обязательно тоже сейчас вернуть. Хотя с моей новой работой это достаточно трудно. Мне придется как-то раньше вставать. Как-то все это подстраивать. Но это не проблема на самом деле. Я стараюсь пить много воды, особенно утром. Тоже это прям пробуждает сильно мой организм. Ну и обязательно нужно наладить режим сна и отдыха. То есть вот для меня идеальным, я заметила, именно по состоянию моего организма опять-таки, это является ежедневное, даже во время выходных, укладывание и просыпание в одни и те же часы. То есть даже несмотря на то, что если вы, допустим, рано встаете, вы считаете там 8 часов, чтобы вы спали, и ложитесь в более раннее время вечером, сначала будет тяжело, сначала может быть такое, что невозможно будет уснуть, но потом организм привыкнет. И вот когда он ежедневно одинаково встает и просыпается, даже на выходных, ему становится легче. И вообще взять вот за привычку реально на выходных тоже вставать рано, и тогда не будет вот этого стресса и ожидания вот этих выходных, что вот сейчас я посплю подольше, а всю остальную неделю тяжело вставать, просыпаться и так далее. Вот. И еще про кофе момент. Вот это вот вообще я просто не знаю, что с этим делать, потому что хочется либо как-то минимизировать кофе в своей жизни, хотя бы не каждый день его пить, либо же вообще отказаться. Но все мои попытки увенчиваются, ничем хорошим не увенчиваются точнее, потому что как только я его не пью в этот день, у меня обязательно болит голова, мне плохо, у меня садится, у меня понижается сильно давление. Вот. Чем-то заменять по типу матча я не хочу, потому что просто тупо она мне не нравится. Может быть, есть, конечно, что-то еще, чем можно заменить. Если вы такое знаете, обязательно напишите в комментариях, но я пока просто не нашла для себя ничего подходящего, поэтому кофе я пью. Так, друзья, на что я записала видео про осенний уют. Оно уже, наверное, на ютубе. Вы, наверное, его видели, надеюсь. Вам оно понравилось. Сейчас сижу, складываю посылочки. Вы, наверное, не знаете, я не рассказывала. Я запустила в августе, выпустила, точнее, свой первый комплект нижнего белья из стопроцентного хлопка винтажной эстетики. Я сейчас немножечко покажу. Это вот такой топ. И там еще трусики, я их не буду показывать сейчас. Такие вот открыточки. Не буду сейчас выдаваться в подробности. Хочу про это отдельное видео снять. Вообще, как мне пришла идея, как я это все сделала, провернула и так далее. Ну, хочу с вами поделиться кое-чем важным, приятным для меня. У меня, я создаю все сама. Я развиваю все, конечно же, сама. У меня нет каких-то бюджетов больших для того, чтобы сейчас рекламироваться у блогеров. А сейчас, наверное, основная такая в нашей стране тема продвижения, это, конечно же, через блогеров и через рилс. Это все, конечно же, тоже на мне. И я сотрудничаю с небольшими блогерами по бартеру. Обычно, конечно же, это тысяч 10 подписчиков. У меня там самый большой блогер был 35 тысяч подписчиков. И то мне просто очень сильно понравилась девушка. Я ей написала в надежде, что она согласится. И ей понравился наш комплект, и она согласилась. Это было очень здорово, потому что так обычно, конечно же, цены просто запредельные у блогеров. И вот, я уже, у меня там было выделено конкретное количество комплектов для блогеров. Я уже как бы всем отправила. И вот я вижу, мне приходит сообщение от прекрасного блогера Тани Берник Принцесс. Может быть, вы ее знаете. Я просто ее сама смотрю на ютубе. Мне очень нравится ее эстетика. Она необыкновенная. Мне очень откликается то, что она делает. Она очень женственная. И она мне сама написала. Я бы ее никогда не написала, потому что у нее больше 100 тысяч подписчиков. И она мне сама написала. И написала, что ей очень понравился наш комплект. И она готова его прорекламировать. И я просто была вне себя от счастья. Поэтому вот сейчас буду ей отправлять. И другим моим девочкам-заказчицам. Также у нас конкурс был недавно. Победительница тоже. И в таком хорошем настроении приводнятом. Пойду на почту отправлять им посылочки. Цифира тоже. Мы зашли магазин «Твоя полка на покре». И здесь огромный выбор винила по очень доступным ценам. Правда, я для себя ничего не нашла. Есть как старые пластинки. И вот здесь вот новые представлены. Моё лицо. Мы пришли позавтракать в Майер. И здесь просто самые огромные круассаны. Это половина просто с мою голову. И они очень-очень вкусненькие. У меня классический. Мне очень нравится. А у Луи Ярослава с мурцебаном. Он уже его весь съел. Блязная чашечка. Кофе тоже вкусное. Но у меня в последнее время почему-то я не могу просто его пить. Не знаю, что со мной случилось. Но и не пить тоже не могу. Потому что у меня сразу начинаются головные боли. Я уже про это рассказывала. Но ничего не изменилось. Короче, за это время. Сегодня у нас какое число? 17 сентября. А мы вот так вот одеты. В белых майках. Очень тепло на улице. Мы тут шли мимо. Католическая церковь. Церковь. И тут в Адольке проходит сейчас выставка. Называется «Сей человек». Очень интересно про взгляд на разных, например, нищих людей. Или тех людей, от которых мы зачастую отворачиваемся. Адольке про взгляд на разных, например, нищих людей. Адольке про взгляд на разных, например, нищих людей. Казачка. У меня тоже. Казачка. Казачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok